Иван Михайлович, здравствуйте, продолжим вопросы по Библии, пожалуйста, Иоанна 10.34, Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги, и вот вопрос, что значит вы боги, о чем идет речь? Видите, тут по-другому никак нельзя сказать, вы князья, вы хозяева, избрали переводчики это слово, оно самое верное, то есть человек легко делает себя богом, то есть выше его никого нет, я и меня слушайтесь, а не то и дальше есть, то есть власть бога берет на себя, но бог-то сотворил человека по образу подобия своему, и как, что он образ Божий, Адам помнил это или нет? Если он это помнил, то когда подошел лукавый и сказал, что, ну, ешьте будете как боги, он это знал, кем он тогда себя считал? Подобие Богу, по образу подобия своему, у него знаний никаких не было, он же не богослов был, он легко мог подумать, что у меня есть свойство божественное. Ну, вот, поверил дьяволу, и как Иоанн Златоуст говорит, что земля рослилась, это не земля, земля не может рослиться, это человек стал землею, прах ты и в прах возвратишься. И тогда вот в этой гордости, что я буду как бог, будете как боги, он хотел сам быть как бог, его господь свернул с неба, и у него не получилось, и теперь он это разыгрывает. Вот как бывает, родители неправильно воспитывают детей, дети какие попало, они потом видят, ой, ой, я не там, там, не там, не так. А когда состарились, а внучата, он на внучатах решил отыграться теперь, воспитать их как надо, а что, ни опыта, ничего нет, и только одно, ешь больше, спи дольше. То есть уродует внуков дальше. И вот с этой гордыни-то своей, я не знаю, можно ли назвать гордыня, но вот именно тут подходит, возгордился, сатана-то пал от гордости. И человек решил поднять до самого как бы неба, начал строить башню, это за водами, мы должны рассмотреть историю человечества. А с какой целью они строили? Да небо дайте, как они понимали небо, стихи пишут о том, что гром гремел, и там небо рот стрелы пускал даже в небо. Может быть, и было такое безумие, но иные считают так, Господь сказал, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. А они думали, будем когда расходиться, у нас в центре есть Останкинская башня, или там какой-то выше километра, в Дубаи стоит, тоже вышка какая-то, и мы издалека будем видеть, где мы будем жить, зачем нам куда-то идти, земли хватает на всех. А уже тогда можно было принять то, что Господь в человека заложил вот это чувство познания нового, путешествия, откуда эти Магелланы все появились. Они шли, 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 и наконец Господь открывался им, то, что много прошли, открывался новый континент. Вот так. А стали говорить, что я господин, вот сейчас разговаривали господин, господин президент. Даже коммунист был, Брежнев, там, другой, а их тоже, когда ехали за границу, к ним обращались, господин. Первым секретарем генеральным их никто не называл там. Господин, а это, значит, Господь. У нас Господин и Господь разные слова. В других языках там это одно слово. Гер, значит, гер. В другом, просто лорд, значит, лорд. Там нельзя к этому подставить. Но что именно он, только артикль менялся. Там, если этот, этот, конкретно указывающий, вот этот есть. И человек так стал о себе думать, а что Бог? Я сам всё могу сделать, вот. Это потому что церковно-славянский язык у нас шесть падежей, а в церковно-славянском это семь падежей. Есть ещё Божий. А куда-то поставить Божий? Бог? Бог. Нет Бога. Дать Богу. Думаю о Боге. Хвалюсь Богом. А Божий откуда? Божий – это звательный падеж. Его сейчас нет нигде, его не изучают, а он сохранился. Господь мой и Бог мы обращаемся. А Божий – это звательный падеж. Ну, что ещё тут можно сказать-то? У каждого своё название, вышестоящего начальника-то. Эти себя как бы так и признавали, что это высшая власть, так и называют себя. Мне интересно ещё называть, какое высшее образование. Высшее. Ну, какое оно высшее, когда о Боге ни слова нету. И человек, который в чести не признаёт Бога, уподобится скоту, говорит. Он как Бог. И когда Господь, как я смотрю фильм, Иуда бен Гур, очень хороший, советую всем посмотреть. И когда Пилат говорит, ну, ты сегодня как Бог для этих людей. Потом сразу говорит, конечно, временный. И вот есть ещё Кама Гридеша. Он там венок на него как бы держит, идёт, и венок держит. И как Бог. И тоже эти же слова говорят, конечно, как временный. Всё это проходит. А вот есть такая книга, она считается одной из самых древних в Библии. Где-то граничит, примерно, с бытием. Книга Иова, 38-й главе, 20-м стихе. Вот там говорят, ты, конечно, доходил до границ мудрости, что зари. И знаешь, где стезик дома её. То есть насмешка. Как бы говорит ему, ты знаешь, раз тебя за такого выдаёшь, значит, ты знаешь. А вот у меня кошки бегают, и они за мной беспризорно. А я их всех прикормил. Я иду по улице, они за мной кошки. Собаки точно так же. Смешно, я зашёл в КГБ, ФСБ. А они дальше-то в ограду не заходят, а у дверей сели, там, большая ограда. То никто зайти не может. А чьи это собаки? Они меня охраняют. Вот я их прикормил. Я им сегодня говорю, вот вы за мной ходите, как я за Господом Богом должен идти. Я от него полную зависимость имею. И вы точно так же за мной. Вот я это сравнение сделал. Поняли, не поняли, не знаю как. Вот. Люди разбирают, что такое свет, там, тьма, это ещё как-то понятно. А где границы? А что границы? Ну вот именно, где границы? Даже ветер, который нас обдувает, и дух дышит где хочет. И голос его слышит, а не знаешь, откуда приходит, куда уходит. В другом языке написано. И ты слышишь, как ветер жужжит. И жужжание его слышишь, а не знаешь, откуда он дунул, откуда ушёл. Речь идёт не о духе. Духом называется ветер. В немецком языке стоит винт, прямо. Речь в этом стихе не о Святом Духе? Нет, даже нисколько, даже ни о каком духе. Речь о ветре идёт. Во всех оригиналах ветер стоит. А духи, говорит, ты руководишь духами. Прямо слово, говорит, творишь ангелами твоими духов. Псалмопейец, говорит, ангелами. То есть ангелы, щитыри, там ветры держат, которые на определённое время в откровении говорится. И они управляют ветрами, духами. А где свет кончается? Где тьма? Где граница? Мы же не знаем. Вот вроде светает. А где конец? В каком месте? В каком метре? Ничего не знаем. Вот так и мы, боги, говорят, всё время трёмся о врата смерти. Поэтому Господь нас укращает, смиряет, чтобы высоко о себе не думали. Вы боги, но все вы умрёте, как в человеке. Дальше об этом и говорит. Вот это и есть. У нас тема библейская идёт. Я поясняю, что это не просто так. Я сейчас только сейчас смотрел, там 59 минут, выставка, ярмарка у Германа Стерлигова. Какие построены корпуса у него, там торгуют люди со всей страны. Я смотрю, ни слова о боге, ничего нет. Я думаю, вот у нас сейчас 2 июня будет день деревни. Даже сравнить нечего. У нас ничего нет. Он-то награбил, грабанул там на горе людей-то миллиарды. А теперь всаживает туда. Ему можно это менять? А мы-то не ещё приехали. Одна лопата ржавая, пока новую не купил. На корове подтаскивали, которые пилили рядом деревья. А у него всё, рабочее нанято. Он об этом и говорит. Денег нет, дальше тогда только в рабы, в работники. И вот я всё смотрел и думал. Вот, ну у нас один день. Батюшка сейчас был сегодня здесь, отец Аким. Позвонил митрополиту Сергию, Алтайскому, Барнаульскому. Приглашение я относил ему. Да, говорит, я собираюсь уже. Собираемся ехать. Я подумал, а одна литургия наша. Ему за 100 лет этого в глаза не видать обманщику. Он разрушитель. Всё неправильно. Все еретики. Патриархия, все до одного еретики. Это про Стерлингово, я уточню. А я стою сейчас, смотрю, и какие мысли. Я тогда давай усыпился опять за своё оружие и стрелять по нему начал. Как стрелять? Ну, молиться за него. Господи, Господи, не дай ему погибнуть. Сколько он перетерпел. Сколько у него соперников было. Он убегал, менял квартиры. Он о себе всё рассказывает. А здесь хлеб недрожжевой. И вот от этого помешались. Печка, но она больше нашего размера. Только и всего. А у нас это каждый день из своей печки. А дальше-то люди приехали и уехали. Один кирпичик, который у нас, ну, может быть, в рубль там, я не знаю, сколько обходится. У него 800 рублей, 750. Ну, и что-то... Ну, ясное дело, для чего всё делается. Она там из льняной ткани, станок, всё это. Ну, и время некуда деть. Нет. И я смотрел и думал, я смотрю, завидую я ему или не завидую. Скорблю я каждый день о нём молюсь. Каждый день поминая его имя перед Богом. Чтобы Господь обратил его, он покаялся хотя бы перед смертью. Скольких людей он обольстил. Конца края нет. И вот там ещё какой-то свод законов при Иване Грозном был, а всё неправильно, там неправильно. К старобрядцам прильнул, видимо, кто-то денег попросил. Он сразу ушёл и говорит, а вы незаконные. Я уж не говорю про католиков, про других. Я только стоял и молился. Господь, дай мне любовь к нему. Жаль всё, услышь мою молитву. Я гляжу, как на сердце Бог полагает. Я тебе дал, Таразе, столько. Всё, что ты смотришь. Там он сыр какой-то варит. Это Эване, ем сыр. Хлеб у нас есть. Я увидел у него там кто-то туиски делает из берёзки. Он 10 лет учился там делал. Она нам и не нужна. Обыкновенная кастрюля. Ну и дальше вот всё это смотрю. И что там показывают у него на этой ярмарке. И дальше нет. Берёзовый сок. А у него там берёзка рядом и не видать нигде. Видать все. Вот это откуда? С Астрахани, это Орловская. Мне понравилась Доргобуш. А под Доргобушем мой отец в Смоленской области попал под бомбёжку. Руку оторвало, когда ему. Вот. Это мне когда-то была возможность. Я бы там съездил, сходил на кладбище, где они там были. И как кладбище бомбили немецкие самолёты. Вот я всё это смотрю и всё применяю к себе. Думаю, какое чувство. У нас-то этого нету. Такие корпуса, торговать. А у нас другое всё. Он хозяин. И люди приезжают, там нанимаются, там работают, учатся. И он всем говорит, что вам этого не сделать. Он доказывает. Как он обманывает интересных людей. Вот он говорит, а кшеница надо самому сеять. Нет, не такая, какая молоть будет она должна быть. Ну и всё. Да, соль. А соль это нет. Если у тебя всё правильно, но в одном месте не так, уже ничего не будет. А соль это только в одной шахте добывается. А где? Ну я сказать не могу. Да вообще, он знает соль где. Ну скажи, я тебя люблю, Герман. Ну скажи, мне хоть там всё, чтобы как? Ну это как не думая про шкуру убитого медведя. Слышали этот рассказ? Мужику рассказали, как быть богатым. А ты, говорит, ребятишек, у жены своё дерьмо возьми, говорит, большую посудину-то. И на печку и поставь. Через неделю оно превратится в золото. Но только одно условие. Когда будешь закрывать шубой, не думая о шкуре белого медведя. Вот не сказали бы. Он и не думал-то. Ну ему специально сказали. Он только думает, как бы не думать. Ну а как ты прикажешь-то? Он лезет и думает, только бы не думать. Ну и каждый раз. Вот у него точно такие же ставят условия, ничего не сделать. Ну делай-то миллиарды, не миллионы, а миллиарды наворованного. Я прошу, Господи, открой ему истину. Библия неправильно переведён. Он против Библии просто лютой. Всё неправильно. А вот там на каком-то языке мошенник. Я его называю разрушитель. И всё же время молюсь. У Бога вызывают чувства к нему сожаления и любви. Чтобы он не погиб. А вон один раз обо меня спросили. Он сразу еретик, раскольник и всё. Не видал, не считал, ничего не знает. То есть он не терпит даже в мыслях, даже в другой области, что кто-то может больше его знать или делать. А он ничего не знает. Раз Библию отвергают, он ничего и не знает. Он всё это, как старобрядцы говорят, перепортили Никоньяни. Вот такой ответ. Сегодня разговаривал в университете с профессором психологии, ну, женщина, Фахрудинова. И про качество лидера там речь зашла. И она называет, ну, я ему спросил, то есть там её другой человек спросил, но я тоже поднимал по этому поводу руку. И она объясняет все вот эти качества, которые вы сказали, все назвала, все до одного, кроме одного, вот этой, безжалостности. Беспощадность. Беспощадность, да. Это она не назвала. Это почему-то они боятся очень этого. Ну, так раз, если этого у тебя нет, то у тебя ничего и не будет. Он не работник, никто. Ты должен беспощадно расстаться с ним. Да. Апостол Павел расстался с Марком. Пример нам дан. На полпути бросил. Почему один раз бросил, а другой он и не бросит. Один раз предал, почему другой раз не предаст. Да, да. Главное объясняет вот эти все процессы, которые происходят, да, по психологии, там, коллективное сознание, коллективное даже самосознание, там, большие, малые, этнические группы. Ну, в Библии, я говорю, в Библии у нас всё объяснено. Это дух. Дух входит. Дух, может быть, народный, который, вот, дух, ну, всё, всё говорит, как по Библии, но называет другими словами и не признаёт, что это какая-то личность. Но всё то же самое, по сути. Она там изучает, честно так, и рассказывает, и прям точно в точности, как по христианству идёт. Но не говорит ни Бог, ничего. Все какие-то другие слова применяются. Скрыть как-то, чтобы это... Я ей дал ссылку на, говорю, посмотрите, вот, есть православный лагерь, он более 45 лет ещё в советское время, посмотрите, как с детьми там работают. Я ей дал всё ссылку, она говорит, обязательно посмотрю, мне, ну, это как там... В общем, мы с ней пообщались хорошо так. Ну, ладно, продолжим. Во второй книге царств, 24-го, голова, 13 стих, написано, «И пришёл гад к Давиду, и возвестил ему, и сказал ему, избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, и чтобы в продолжении трёх дней была мировая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать, пославшему меня». То есть наказание выбрать себе. Но в другом месте, первое припоминон, 21 глава, 11-12 стих. «И пришёл гад Давиду». По-другому тут сказано. И так говорит Господь, «Избирай себе, или 3 года голод, или 3 месяца будешь ты преследован неприятелем твоим, и меч врагов твоих будет достигать до тебя, или 3 дня меч Господень, и язв на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. И так рассмотри, что мне отвечать пославшему меня со словом». Почему между книгами существуют такие разночтения? Ну, почему? Ответ, конечно, мы можем дать на основании других мест. Вот это 4 у нас Евангелия. Вот слово, я вставки делаю. Сегодня там я ролик один закачал в Москве, решили узнать, как москвичи верят. И вот она подходит, «Так вы христианины?» Если не христианины, они идут дальше. Я православный, православный. А Евангелие считаете? Ну, да, наверное, Библия точно. А сколько евангелистов? Кто назовет 4, то 2, то 1 не могут. И много так это. Я этот ролик выставлю у меня, посмотрите тогда его. Не могут назвать. И главное, в любом порядке, но не как Матфей. И вдруг какой-то черный человек стоит, да, я верующий, но видно, раз он назвал, а сам видно, что как чугунок. И он правильно называет Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Вот вера, вот патриарх говорит, там 75 процентов. Ну, какие проценты-то? Ну, ничего не знают. На 300 человек, которые считают крещеные, только один что-то знает. 0,3 процента. Ну, вот выбирай. Так это никаких других вер не берет, только свои, которые патриархийные. Вот почему такая разница? Нас за дело-то примирить места эти. Менять мы ничего не можем. А вот и ответ. Давайте мы прочитаем разные места. События очень известны. Воскресение Христово было. Матфея 28,1. Он говорит, по прошествии субботы на рассвете первого дня на рассвете пришли Мария Магдалина, и другая Мария, посмотреть гроб на рассвете. Марка 16,2. И весьма рано в первый день недели приходит ко гробу при восходе солнца. Можем подумать что-то совсем по-другому. А Лука 24,1 говорит, в первой неделе очень рано. То есть полная тьма. Иоанн 20, глава 1 стих. В первой неделе Мария Магдалина приходит к кому-то рано, когда было еще темно. При восходе солнца и темно это явно, что о разном говорят. Примирение этих текстов-то святые объясняют, как Иоанн Завцов, очень простое. Что Мария Магдалина прибегала ко гробу несколько раз и в разное время. Она сказала, испугалась и прочее. И вот и здесь так же. Сколько раз гад приходил, гад это имя пророка, к Давиду. Иоанн Евангелия от Иоанна 21,25. Мы можем прочитать. Если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Вот в Библии, особенно в Псалтире, написано, когда Бог говорит слово своё, то это значит, что Он предупреждает, как бы натягивает лук и приложил стрелу на тетиву, но стрела ещё не пущена. Бог ожидает раскаяния, изменения человека. Он предупреждает его этим. Это видно, когда Бог предупреждал жителей земли, когда готовился потопить всё. Давал время, говорит, да будет лет и сто двадцать. но видя, что люди не раскаиваются, только хуже делаются, он сокращает на двадцать лет и тогда наводит потоп. Вот 70 лет были в плену, говорят, что добавлены были два года. Раскаяния не дошло, может быть, в последние два года. определённо. Сколько и чего и как. Бог сократил и бытие 6.3 считаем. Сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть. Пусть будут дни их сто двадцать лет. Так могло быть и с пророком гадом. Вначале сказал Бог о семи годах, обидеть сокрушение Давида, он уменьшил угрозы. И сегодня никакого противоречия нигде нет. Бог предлагает даже выбрать три вида наказания. Это очень редкий случай такой. И Давиду-то бы казалось, раз меч будет достигать, то есть ранить его, но люди-то ни при чём. Нет, лишь бы в руки Господа попасть на руки людей. Бог может сжалиться, а человек мстительное творение. Вот так. Так что я когда первый раз считал, у меня даже возражений не было. Никаких. Но вы сразу заметили это, да? Нет, не заметил. Я даже и не заметил, А когда дальше стал считать, я гляжу, разница есть, стал сравнивать. Я сразу кинулся в другие переводы. Переводы на немецкий, на английский, там славянский, какие у меня были Библии. Посмотрел, нет, везде одинаково написано. Семь и три. А в чём же дело. А потом, когда Златоусов стал считать вот это толкование этого блаженного эпилакта, четыре евангелиста, и все по-разному говорят. Воскресение Христов. А, вон она, какая штука-то. Но что, это ошибка или что-то? У меня почему никогда мысль эта не возникала? Вот я сейчас как эпиграф беру к событиям дня. Такие, что рождённый от Бога не грешит. А дальше и не может грешить. А у нас грешный-грешный, супергрешный. Если говорить, что не грешит, то лжо делает Бога лживым. Да как? Момент перехода от смерти в жизнь. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Я получаю документ. Мы все много согрешаем. Согрешаем. И для этого Бог даёт покаяние. Это первоначальные шаги. А почему апостол Павел дальше нигде не говорит о том, чтобы Господь ему простил этот грех какой-то? А почему он прощённый уже? А у людей веры в это нет. И начинает он паниковать. Я похвалил Духа Святого. Плачет. Уже смерть за плечами. Он в отчаянии. Надо сказать ему, если ты каешься, то значит Дух Святой не покинул. И когда Давид совершил два смертных греха, он прямо говорит, и Духа твоего Святого не отними от меня. 50-й псалом. Не отними. Это очень просто златоуз говорит, что он его не отнял. Он не говорит возврати. Вот так. Сейчас вопрос чуть не по теме, просто чтобы не забыть. Да, пожалуйста. Вот если приглашают на поминки, и ты знаешь, что там будет алкоголь, лучше не ходить, правильно? Конечно. Даже алкоголя никакого не будет. Зачем? Если это неверующие. Меня пригласили, пригласил один человек, очень верующий, и говорит, там на работе несчастье случилось, женщину там задавило, пойдемте на похороны, там вы скажете проповедь. Когда зашел, я посмотрел обстановку, я не мог сказать ни одного слова. Я тогда говорю, вышли когда, я говорю, Иван Данилович, тут абсолютно невозможно говорить. А почему? Ну, как почему? У них забота, как скорее закопать и сесть за стол. А то смерть, смерть мне напоминает о смерти, а для других она не напоминает. Надо скорее комнату вымыть после этого, зеркала эти все заставленные, завешенные, в порядок привести. Ну, вот так. Я говорю, жене, мы дома помолимся о бабушке твоей, а не пойдем туда. Нет, 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 нет. Делать нечего. Ну, если это близкий человек верующий, это тут уже... Ну, там, просто там что там, я знаю, что там и неверующие среди них, и там алкоголь будет, что толку нам быть? Там нет. На кладбище лучше, там можно сказать. Там приходят люди из завода отовсюду, никакой выпивки нету, там закапывают могилу, еще прощаются, там легче сказать. А вот дома нет, это другая обстановка. Дома, дома, говорил проповедь. Прямо здесь все верующие. Все, все знают, все жили, тут же родители. Ну, тут вопрос другой. Вот так. Следующий вопрос. Где написано, что Христос сошел в ад и проповедовал там? И кому проповедовать, если за смертью нет уже покаяния? Вопрос, конечно, поверхностный. Люди много не знают. Вот есть. Нужно прочитать первое послание Петра, 3 глава, 18, 21 стих. Глава, стиха, всегда двоеточие должна быть. А у православных через запятую. Но интересно, симфонии, когда они выпускали, даже революционные, через двоеточие. Вот что это такое? Не знаю. Написано, потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши праведник за неправедных, был умерщен по плоти, но ожив духом. Тело в огробе, а дух, как душа человеческая, которым он, которым с маленькой буквы, находящимся в темнице духом, садя проповедовал духом, душем этим. Дух и душа это одно и то же. Некогда непокорным ожидавшему Божьи долготерпения в одниное во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ спаслись от воды. Так и нас ныне подобное сего образу крещение, ни плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. И у Петра в первом послании, 4 глав 6 стих, говорится, «Ибо для того и мертвым, мертвым, не духом каким-то, было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». Так а за гробом покаяния нету, а мы ничего больше не считаем, они ничего не знали об этом, а Христе-то ничего не знали. И поэтому, раз они не знали, поэтому они теперь узнали, узнали, что он умер за их грехи. Я думаю, так именно говорено было о том, вы признаёте его, что он спаситель ваш грех понёс? Конечно, он их и вывел. Вот так. Ну, можно прочитать ещё и фистян 4, 4 глав 8 стих. «Посему сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А какой плен вошёл на высоту? А вошёл на высоту, а пленил плен, плен где был? Ниже, ниже. Это непорядок описано, какие действия. Пленные, которые были, дьявол похитил душ, а теперь он их пленил, плен взял. И у Луки, 7 глава, 20 стих. «Они, придя к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам, считается, что речь шла именно об ожидании Христа в преисподней, когда Он лишит силы дьявола и выведет пленных. Он не мог вывести, пока не лишит дьявола этого. Его сосуды были. Евреям, 20-14. «Как дети причастны плоти и крови, то и Он, Иисус, так же воспринял Он и Я, а Дева Мария, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». И псалумство 6-16. «Ибо Он сокрушил врата медные и верея железные сломил». Все вот Он проповедовал и вывел души. И Анзатаус это обыгрывает и говорит, когда первые души были выведены и в рай входят и видит тут разбойник, а ты зачем пришел воровать сюда? Нападает на него. Ну, вот так. Понятно. Ну, получается, Христос, вот как в тюрьму человек, он зашел и сказал, «Я взял ваш грех на себя, верите?» Кто сказал, «Не верю, тот остался», а кто сказал, «Верю, вышел». Да, такой пример и приводят проповедники. Он сказал, это как мужчина один, что ему там не заладилось домой нести яблоки, два мешка. Ну, куда девать-то? Подходит, вот он решил их прямо раздать-то. Сколько стоит? Да не сколько, даром берите. На него смотрят, как на ненормального, и все отходят. А он видит, там ребятишки играет, он крикнул туда, «Ваня, иди сюда!» А тот подошел, а меня не Ваня звать, а меня Шура зовут, это Александр. Ну, Шура, давай, бери яблоки. Он взял, «А можно я позову сестренка, у меня Нюрка здесь?» Он говорит, «Можно». Он побежал ребятишкам, сказал, они как воробьи кучей налетели, мига мужиковых, за пазуху везде натолкали, и все, вера. А неверующие подходили люди, это уж ни с чем. И яблоки хорошие были, я бы взял. Ну, вот так. В Деяниях, 1 глава, 14 стих, написано, «Все они единодушно пребывали в молитве и молении». То есть, разделено и молитва, и моление, разное. И чем, получается, отличается-то? Молитва, слово, по себе, соба молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешеный, это молитва. Боже, будь милостив ко мне, грешеный. Создав у меня, Господи, помилуй меня, бесчисла я согрешил, Господи, прости меня, грешеного. Молитва, отче наш, молитва называется, она краткая. И как язычники, они там пустомелятые. Вот знает Господь. Вот Матфея 6,7 считаем, «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословия своем будут услышаны». Это словослов его. Луки, 18 глава, 13 стих, написано, «Мы тарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Что у него было? Моление, это, как правило, храмовое служение называется. Состоит там ряд молитв, возрастов, священника, слабословия. И называется, как молением, такое усиленное моление Бога. Желание склонить на свою сторону Господа. В третьей книге Сарс 8,20 написано, «Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте семь. Услышь и на месте обитания твоего на небесах, услышь и помилуй». Вот это третья книга Сарс, надо запомнить. Моление. Псалом, 6 глава, 6 псалом, 10 стих. «Услышал Господь, моление мое. Господь примет молитву мою». Это уже было разделение. Моя молитва, она вплеталась в общее моление. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. И у Тимофея 5,5 написано в первом послании. «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь». Моление, я вот молился, а теперь я дома молюсь, а то у меня молитвы. Моление состоит из множества молитв. И к Евреям 5,7. «Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение». Вот здесь немножко тут непонятно, что он молился. «В одни плоти своей с сильным воплем». Молитва и моление. Молитву тут понятно. Он вопиял, повторял. А где моление? Но может быть еще тут касается, что перед этим было молились, и когда вместе с учениками и все это привел на память перед Бога. Так что это не противоречит. Вот для чего Господь говорит притчами? Ведь не все понимали эти притчи. И вообще какой в этом смысл говорить притчами, если люди это не понимают именно? А Господь это объясняет. Даже если это, кажется, Матфея 13 глава 10 стих. «И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небес, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет. Потому говорим притчами, что они, видя, не видят и слышат, не слышат и не разумеют. Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Ну и причина какая? Чтобы были менее ответственны за то, что слышали и не выполнили. Ну и при том, притчи легко запомнить. Она из примеров простой жизни нашей. И поэтому легко так проповедовать, когда в притче говоришь, как... Я спрашиваю иногда, говорю, кто самый умный был писатель, поэт? Поэт в России? Не знают. Я говорю, Иван Андреевич Крылов. До него никто не дошел. Он в притчами. Притчи. Вот Светлана Копылова поет, когда у нее тоже притчи. Притчи составленные. Притчи – это приложение в подобие в рассказе. Вот с притчей подошел Нафан, когда Давыд согрешил. И прямо рассказывает про овечку, которая одна была у соседа, у другого много. И когда пришел в гости, он свою не заколол, а заколол его. Давыд как разнялся. Смерть ему! Хотя по закону надо было за одного... за одну овцу заплатить четыре овцы. А если быка снял, пять быков, почему – тоже непонятно. И вот с чем это все заканчивается. Открыто. Раз открыто, значит, Господь не закрывает. Надо притчи научиться понимать. Других вот много. Я считал у Расула Гамзатова. Они видят даже как сказок маленьких. Братья Бондаренко. У меня книжка была на зверях. А что звери? Разве можно? Ну, как же нельзя? Книга судей. Деревья решили избрать себе начальника. Пришли к виноградной лозе. Будь над нами начальница. Она говорит, некогда, мне надо сок наливать, и чтобы вино там было. Пошли в смоковницу. Ну, и эта отказалась. А тогда, ну, понимаешь, надо, чтобы хороший процент набрали. А Терновник говорит, меня изберите! Меня, меня! Ну, и он дальше. Терновника избрали. Ави Мелехи. Какая касть будет для людей. Избрали Ленина, Сталина. А теперь портят себе, говорит, и другим жизнь. Страхи живут все. Гитлера тоже выбирали. А что они получили? Что, где награбили, у них все утащили, когда пришли уже в Германию? Их же от нацизма как освобождали? Уроки с ними вели. Если он не внимал в тюрьму его, это надо было полностью нацистский дух из них выдать. Вот так. А кто ввел уроки? Какие страны? А в Германии в первую очередь. Все. Где нациализм? Где нациализм какой-то такой. А специально с ними занятия вели. Все. Поголовно вся Германия села за парты. Нет, а кто ввел? Кто ввел? Люди, которые СССР это ввел или кто из США? За Фюрера. Свои немцы, потому что там и была и партия коммунистическая, оставались люди, которые сидели, не согласны. Ну, настоящие. Да уже, когда уже весы стали клониться в ту сторону, многие уже поняли, далеко он завел нас. И поэтому только ждали момента. Всех абсолютно под это. И сколько там надо было месяца 3-4 год. Смотрели, видимо, там, кто как принимает. И приветствие как Гитлер руку вытянуть или знаки, какие-то эмблемы или еще что-то рассматривается по закону как государственное преступление. И этого у них нету в Германии. А тут коммунистическую партию прославляют КПРФ, хотя натворили дел там во много раз больше. Да. Нам получается тоже надо так сажать людей. Да. вести с ними занятия. Следующий вопрос. Галатам глава 1 11 стих. Апостол Павел говорит «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовестовал, не есть человеческое». Так вот, о каком Евангелии идет речь? Разве существует Евангелие от апостола Павла? Он имел в виду не книгу. Когда говорится откровение Божие, это то, что Бог открыл тайно, это не о книге говорится. И точно так, когда говорит Евангелие, это благая весть, переводится на русский язык. Он об этом и говорит. Известие. Бог обещал еще в раю, что враг будет побежден. Поражать будешь его в голову. Пророки много говорили о приходе Искупителя. И это все исполнено с перерождением Господа нашего Иисуса Христа. О его заместительной жертве на Голговском кресте. Ну, и о том, что он воскреснет из мертвых с победой. В первом послании Коринфян, 15 глава, 1 по 4 стих, ответ можем найти. Напоминаю вам, братья, Евангелие, который я благовестовал вам, который вы и приняли, в котором мы утвердились, в котором вы спасаетесь, если преподано удерживайтесь так, как я благовестовал вам, если только ненасчетно уверовали, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, предсказано было это, и что он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию. Он благовестовал Евангелие, никакого Евангелия у него не было, а именно о благой вести, радостном известии, что наши грехи омыты кровью Иисуса. Вот только об этом. Следующий вопрос. Если Господь будет судить по Евангелию, то почему Он допускает такую сложность в понимании Священного Писания? Ну, как понять, вот если все сложно посмотреть. Простого-то нету. Учат в институте пять лет, а в медицинском шесть, сейчас, говорят, уже семь. ухо, горло, нос. Ну, а глаз-то лечит? Нет, это уже окулиста будет. Так, а давай терапевт, вот это хирургический, нейро, там, какой-то, дальше, психиатрия, все. А те люди, которые хирургическое, там, трепанация из черепа, долбит и прочее. Почему? Все сложно. По Библии-то получается семь с половиной тысяч лет, тут с небольшим, можно посчитать сколько. Пять тысяч пятьсот восемь, восемь и девятнадцать семь, семнадцать двадцать семь, семь тысяч пятьсот двадцать семь лет должно быть сейчас. Конечно, в каждом поколении свои бывают гениальные люди, Дух Святой им приоткрывает завесу во всем глубинной тайны и в звездах и везде. Это слава Богу за все, там как раз благодарит в этом акаписе или канон это словословие за то, что Бог так трогает людей. Бог называется великим, премудрым, непостижимым и страшным. Слово страшный прямо с большой буквы. И страшный услышит нас, страшный. Это в мире видимом. Я как-то прочитал, даже не поверил, голубей я держу, одно перышко возьмешь, и когда вот так раздирается там, которое на крыле-то, и в одном только крыле вот этих зацепочек друг за друга там, чтобы насчитали семьдесят пять тысяч этих крючочков. А если в электронный микроскоп, так как происходит обмен веществ это вообще самое мощное химическое предприятие этого не делает. А тут временное, то, что мы можем смотреть. А что касается выше, это души Царства Божия небесного, то куда идет человек. И к этому призывается каждая душа. Мы читаем Матфея 6, 33. Ищите же прежде Царствие Божие Я, и правды Его. И это все приложится вам. 1 Коринфян 2, 9. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Я вот сегодня это все стоял на ярмарке Германа Стердвигова и все об этом думал. И ни слова о Боге, ничего нет. плоской наш слух легко принимает вещи знакомые нам, поэтому мы так рассуждаем. Это все у нас под рукой. А вот когда Христос притчами изъяснялся, это легко и воспринималось. Царство Небесное подобно хозяйке положило три меры муки и все вскисло. А вот чтобы в духовное это все переводить, это очень хорошо. Можно на баснях даже Ле Фонтен писал там другие. А потом как-то называют экстраполяция перенести на свою жизнь, что считаем что Слово Божие живо, как будто утром сегодня написанное и действенно, неослабевающее. Поэтому те притчи, которые нам кажутся очень сложными, но и не только притчи, а там другие библейские изречения, а в действительности это кратчайший путь к пониманию на того, что выше нашей головы сверхъестественно, мне постоянно приходится помнить изречение из церкви Яна Златоустых, когда одна слушательница его слушала, его неподражаемую проповедь, она воскликла, мысли твои так глубоки, что не хватает веревок моего ума, чтобы подчеркнуть из колодца твоей мудрости, говори попроще, Ян. вот этим именно я и занимаюсь в ответах, чтобы они были доступны каждому уму. Замминистр внешнеторговья Смоленинов в своей книге «Деловая Америка» говорит, что когда принимают в Америке инженера на конкурсной основе, то смотрят, из скольких деталей он может сделать прибор. если их больше, чем у другого, то говорят, что он не слишком умен и не может делать просто. Я это тоже усвоил. И когда я что-то проповедую, а потом статья написана и говорит, самое сложное Лапкин старается донести до любой старушке, и в этом он весь. В этом весь. Вот это они там, когда говорят, значит, это мир, это такой мир, такой он, высокий, и начинает от надмирной, сверхъестественной, от антендентальной. Я говорю, прости, Господи, язык сломаешь. Зачем? Антологические рассуждения, зачем? Этих слов в Библии нет и не надо их употреблять. Кого хотел показать, ну, сразить девушку свою, показать, какой ты грамотный, не знаю. Любое дело простыми можно словами сказать. Следующий вопрос, тогда последний вопрос. В Экклезиасте сказано 1-4 Земля пребывает вовеки, а в другом месте Писания сказано 2 Петра 3-10 Земля и все дела на ней сгорят. Как понимать и совместить эти стихи? Нет ли здесь противоречия? Ну, что противоречий нет, я говорил нет, иначе это будет не Слово Божие. Это сразу себе установку из-за вот, ученые там называют себя Библией считают, я читал там Лео Кассиль там и каких-то насчитали, что в Библии свыше 150 тысяч противоречий по разным свиткам. А мы знаем, что Слово Божие истина, ибо автор и есть Бог. Во 2-м послании Петра 1-21 считаем, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Иоанн Златоус объясняет это так, когда золотой сосуд почернеет, трещинки там испортятся, то золотый дел мастер из этого самого сосуда, переплавляя, разбивает на мелкие куски и делает новый, но из того же самого материала, так будет и с землей, все обновится в огне, но земля вечна, Бог ничего не сотворил для уничтожения, если динозавры были, а их сейчас нету, то они будут опять, вот так. Ну и все-таки еще следующий вопрос интересный. Да. Первый царств 16-14 написано, «А от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа». Что это за злой дух от Господа? Действительно. Господь так показывает Христос нам явную причину трагедию человеческой. Матфея 12-43-45. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его выметенным, незанятым и убранным. Тогда идет, берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает до человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Священное Писание могло бы быть по-другому написано, но Дух Святой его писал, и оно как бы приноравливается к нашим понятиям. Незримое событие, они как-то как бы с другой стороны, с духовной освещаются, чтобы мы увидели за тем, что совершается здесь. Я сегодня просчитал и включил события дня. Горел лес, и у женщины машина застряла, заглохла, а у нее сзади сидение там, в машине сидят дети, а она вышла посмотреть, дети как там, нормально, все нет, ну дым, прям дым, коромыслом. И когда она только вышла посмотрела, и видит, прямо из дыма вылетает КАМАЗ, долгуша, и прямо на машину идет, она же по этой стороне ехала и остановилась, тоже ошибочка была. И она выскочила навстречу ему, кричит, но он же не слышит, но она уже не помнит себя, стой, стой, и он первым ударил прямо под переднее колесо, потом заехал на заднее, начал там наматывать, ее засыпил, ее зовут мать-героиня, она спасла детей, дети только ушиблись, мужчина дал тормоз по заднему, на ней наехал и волоком ее, растер в ничто. Вот так. Когда мы считаем третью книгу в Сарс 22.19.23, и сказал Михей, не так, не я, высушай слово Господне, я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем, по правой и по левую руку его, и сказал Господь, кто склонил Баахава, чтобы он пошел и пал в Ромопе Галатском, и один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух, встал перед лицом Господа, и сказал, я склоню его, и сказал ему Господь, чем? Он сказал, я выйду и сделай духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так. И вот теперь попустил Господь духа лживого в устах всех пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе, а ему победу они все говорят, Ромов Галатский наш будет, это и все. Но выражаясь человеческим языком, Писание нам повествует о сверхнеобычном, что только однажды приоткрылось через Библию, что Бог доказывает что-то сатане, как бы хвалится перед ним своими последователями. Это мы считаем у Евы в первой главе 6-12 стих. И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание на твою на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Евхта? Не ты ли кругом оградил его, дал ему все, что у него? Дело рук его ты благословил. И стада его распространяется по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что есть у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей. только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. И у Ева 2.1 был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал он сатана Господа. И сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание на раба моего Ева? Ибо нет такого, как он на земле человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И доселе твердо своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тогда тебя? И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица Господня и поразил его проказой лютою от подошвы ноги его по самой теме его. Когда люди познают истинный путь, покаяться в своих грехах, и прямо святое крещение, ну и причащаться будут, а после этого ты как огнедышащий лев, как говорит Златоуз, беги от всякого греха, как от лица змея. И тогда все получается на месте. Писание говорит, не стоит, злой дух возмущал, потому что он избран был, а пошел по-своему, начал вытворять, что попало, и бесы вошли в него. Это злой дух от Господа, то есть Господь допустил, допустил, и он это делал с ним. Вот все. Все, благодарю, все понятно. Слава Иисусу. Ну, все тогда, на сегодня. Ну, все тогда, я не знаю, что еще. Все, все. Слава Христу. Слава Христу, благодарю. Романов, там, отец Сергий, там, выступает, Путину письмо написал, видели? Ну, да, я за ним, конкретно за Романовым не слежу. Ну, я посмотрел на него, так он руку-то не может донести до плеча, я не знаю, то ли больной он, а говорит, как политрук. У него ничего духовного-то нету в этом. Вы знаете, да, насчет него-то? Нет. Что, он же за убийство сидел, да. Ну, так говорят, что-то не подтвердилось, что ли? Нет, подтвердилось, но, как бы, да, есть такой приговор, все это есть в документах, но, видимо, может и неправда. Я не знаю, я просто смотрю на это, а так, может, было, не было, он другой, но я тут вижу, когда он говорит, и как считает, и какой голос, и какое выражение лица, я не вижу там духовного возрождения. и он нигде не призывает к тому, чтобы люди пошли на благовестие, вообще нету нигде. А вот Путин там, на нем он засыклился, там, Симонах, там, теперь он на себя эти звания, это, ты еще меня, латынию пугаешься, я не боюсь, так я могу сказать. И главное, руку, вот сюда вот, вот так вот, как патриарх, вот сюда, подмышку. До плеча не проносят, а до плеча не приносят, как было видение, дьявол сидит здесь, бесенок, лапы свесил. Ну все, пока. А Пелагия, Пелагия Рязанская, как к ней относитесь? Как? К Пелагии Рязанской, Пелагия Рязанская. Совершенно никак. Как будто ее и не было. Зачем мне говорить, когда ни одного шага, ну, нету по Евангелию-то, а вот говорили, там, открылась, там, она видела, что-то видение, ну и что, разовое явление. Не надо ничего говорить. Дело в том, что Иран, Ирак, Сирия, все могли быть православными. Сидели монахи, забились. А теперь Афганистан, туркмены, там баши свои есть, Казахстан, Тиргизия. Что тут рта бы не раскрыли? Миллионы на их совести. И все равно постригают по сегодняшний день, но они и куролесят. Прости, Горя. Ну, Игнатик Тихонович, но во всей Библии есть хоть одно место, хоть на которое они ссылаются по поводу монашества, указывающие на монашество. Вот хоть одно. Ну, они могут сказать, написано там, зайди в келью твою, затвори за собой дверь. Такое есть. Ну, это для молитвы. Ты зайди дома, но не отдельно, что кучей набейтесь и будете сидеть. Одиннадцать тысяч, как у Пахомия. Нет этого нигде. Даже бесноватый только. Только-только исцелился, и Господь его сразу толкает на проповедь. Идеи благовествия, что знаешь? Кто и что тебе Бог сделал? Так что, никакого нету. А я одно время стал все притчи Христа разбирать, и ни одной притчи-то нет, под которой монашество-то можно было. Да я говорю, притча должна быть такая. Царство небесное, подобно человеку, который решил спрятаться от мира, нашел себе сотоварищей, и построили стены, и там всю жизнь, не выходя, боролись с анонизмом, как Андрей Кураев пишет. Вот такой притчи нету. Любую притчу я поворачиваю, как и увидели там то другое. Ну, а значит, где они спрятались? Убить-то убили, сами спрятались. Я все притчи рассмотрел во свете или во тьме монашества-то. Даже близко ни одна притча Христа вышел сеять и сеять. Кого они, где сеяли-то? Ну, нету ничего евангельского. А уже привыкли в это дело-то, влипли, а они на меня-то. А вы против монашества? А вы против Христа идете? Все, пока. Еще вопрос. Вот знакомые у меня есть. У него там какой-то приступ случился. В общем, он начал пентаграммы всякие рисовать на руках, на ногах и прочее. В общем, его теща повела, его в церковь повела, и там он со священником, они там беседовали, он исповедовался, и тот его причастил сразу же. Ну, в итоге он там рассказывал мне, вчера писал, что у него там, он стоит в церкви, у него там видит, как там Христос появляется, там выходит. Дома лежит, тоже видит Христа и прочее, и прочее. Ну, я ему посоветовал, говорю, ты не причащайся. Конечно. Ты не причащайся, пока у тебя вообще это все не пропадет. И посты молитвы, я ему сказал, посты молитвы, исповедуйся, и посты молитвы. Причащаться пока... Ну, и канон, я сказал, что канон есть запрещающий, что когда, если дух такой входит в себя, то что можно еще посоветовать? Еще больше совета не надо. Он не тронется с места, он в это всыпился как в истину. Ему нельзя... Но он меня, он меня слушает. Слушает. Ну, если слушает, значит, забудь об этом. Вот этот Александр Калинин, который за Матильду там сжигал машины, сидел, а он познакомился с Сергеем Козловым-то. Вот тут у нас расхождения с Сергеем были. А я с первой минуты он стал рассказывать, как он воскресал, то другой, я говорю, ты шулер, обманщик, ничего этого не было, зачем ты это говоришь-то? А его баптисты принимают на ура, его кормят, поят, а он такой. А теперь посидел, и как будто ничего нету, клоун. Вот и все. Тут мы с Сергеем тогда первый раз разошлись вот так вот. Да нет, он такой. Я говорю, обманщик, и ты его не видишь. Я тебе говорю, а ты... А потом он и увидал его. Хотя после освобождения беседовал с ним. Нехороший человек. Когда его стали здесь за это отискать, оказалось за ним два уголовных дела. А одно, он где-то проболтался, она, женщина-то, жила, его матери знакомая, предпринимательшая, у нее деньги были. Он сказал наркоманам. Они тогда его взяли с собой, Саша, пойдем с нами, ты ей... Они постучали, она не открывает. Тогда они его подговорили, ты скажи ей, чтобы открыла. Назови Саша, Калинин. Ну, так и получилось. Она дверь-то приоткрыла, они как бросились на нее и задушили ее, узнали, где деньги, убили. Их-то судили, и он судим был, тоже 8 лет, кажется, дали. И он теперь, вот ему там видно было, он там за Матильду, за какой-то, ну, преступник. И вторая уголовная статья была, документы подделал. Подделал, что больной человек получает, не работает, еще нет, обман. А Сергей этого не видел, Козлов. Совсем не видел. Ну, болел, выборил человек, а Сергея не обвиняю. Мне это открыто было сразу. Я не знал про убийство, но я убил этот человек лживый, он неверующий. А потом вот это стало раскрываться. Первый раз только я стал говорить, ну, там, может быть, пять минут, я увидел, что это обманщик. А как узнали? Не знаю. Не знаю. И он, давай гоняться за нашими роликами, у нас несколько встреч было, чтобы убрал, я убрал. У него столько почитателей, а теперь там это меньше стало. Вот такое дело было. Ой, гнусный человек. Каба не он, а на женщина бы осталась живая. А там взяли-то 70 тысяч всего. Смешно даже. 70 миллионов было, или тогда еще как-то бы. Понятно тут. Да. Да. Ну, все, пока, да. Ну, все, Игнатик, благодарю. Аллилуйя. У. У.